И всем привет! И сегодня мы будем, так сказать, играть в новое обновление в Toilet Tower Defense. Собственно, мы его ждали не так уже долго. Вот. И, как нарочно, да, у меня тогда интернет вылетел перед обновлением за последнюю просто секундочку. Вот. У нас тут Новый Годли. Собственно... Так, не тут. Вот тут. Вот. Новый Годли. Я сначала офигела, что у него 140 тысяч АУЕ, потому что это лучше обкрыть Титан Клокмэна. Вот. И про... Там еще новая эксклюзивка, у которой было 180 тысяч. Но, оказывается, Тилантрик и всякие Тилантрик пофиксил этот... Почему я сказал Тилантрик? Тилантрик пофиксил. У меня, собственно, как вы видите, ничего не выпало. Тилантрик пофиксил этого Титан Бичболмэна. Новую эксклюзивку. А Новый Годли, оказывается, у него АУЕ радиус очень маленький. Поэтому... Собственно... Ну... Я не стал, в принципе, вообще его этого Годли искать. Потому что он не имбовый. Вот. Я уже думал, что будут эти юниты в новом обновлении. Ну, в принципе, да, они имбовые. Вот. В принципе, я не отрицаю того факта. Вот. Но все равно у них есть свои же минусы. Кстати, ребят, инженера реворкнули. Реворкнули. Вот. Кстати, ребят, кто смотрит видео, кто был на моем стриме, тоже, ребят, стримы будут на следующей неделе. Ну, точнее, ребят, ну... Сейчас уже воскресенье. Хотя я видео раньше снимал. Получается, на следующей неделе, там с 29-го, что ли, по какое-то там число уже августа, будут стримы. Вот. Там пять дней у меня точно есть свободных. Но я не буду, конечно, каждый день стримить. Вот. Но если будет много просмотров, лайков под стримами, возможно, будут стримы почаще. Да. Вот, собственно, эксклюзивка новая. Вот. Кстати, только сейчас я увидел эксклюзивку. Ну, собственно, я вначале офигела. Ну, потом Тилантри к нам в чат написал. Ну, кто был в обновлении, там... Тилантрика и мы вам писали в чат, типа... Ну, типа, внизу экрана там. Кстати, тут я мяч тоже нахожу. Если что, ребят, я тоже, ну, много пропускал. Это я уже на запись там смотрела. Поэтому, ребят, вот честно, они, да, сливаются. Очень сильно сливаются. Там был вообще мяч, который я вообще не заметил. Вот, ребят, там синий мяч, я его даже не заметил там. Поэтому, ребят, вот видите, там, короче, синий мяч. Я вообще просто на самом деле вообще в другую сторону экрана смотрел. Вот видите, я даже его не заметил. Поэтому, сорян, не думайте, что я слепой. Я потом сам офигел, как я его не заметил. Просто я просто смотрел на вот эту карту Сент-Айсос. Я туда даже не обратил внимания. Поэтому, если что, просите. Ну, тут я уже сразу увидел. Поэтому тут заметить, не заметить невозможно. Так, ребят, вот у нас тут в чате пишут. Титан, бичбол, мэнс, ДПС, пофикшен. Я посмотрел. Ну, типа, пока что они его не пофиксили еще. А в этом Тилантрик написали. Ой, Тилантрик, разработчик. Написали, что у него должно быть 105 тысяч урона. Типа, почему-то дамаг остался 180 тысяч, а ДПС поменяли на 105. Поэтому я не знаю, сколько там он бьет. Тут, кстати, в карточку пошли затестировать новых двух тюнитов. Почему двух, ребят? Ну, для меня инженер реально. Он сейчас такой реворкнутый. Он просто там топчик просто. Типа, тут просто по всей карте какие-то идут. Камероголовые туалеты. Вот. Ну, в принципе, инженер МБА. Но было бы все-таки хорошо. Просто там увидел характеристики прям у одного ютубера. Прям как будто это реально было правдно. Там было как будто, что он прям дамажит руками. Типа, он прям бьет. Как будто у него там полмиллиона этого хп. Да, собственно, инженер МБА. И этот Сент-Визард, он торнадо пускает. Такого торнадо пускает. Ну, я бы не сказал, что это прям имбово лего. Но, ребят, она, в принципе, бесплатная сейчас. То есть, каждый новичок. Ребят, вот почему раньше такого не было? Я просто раньше играл в ТТТ. Я там писал трейд-камера-холикоптер Эпик на рокет-камерамена. Мне просто кинули трейд и написали цел чен и уйти. Наоборот, чел, цены, уйти. Пошел, так сказать, нафиг. Вот. Короче, да, ребят, все были тогда с камерами. С камерами еще сказали, что, типа, год из на доверие. Ты мне Эпик, а я, типа, тебе его верну еще что-то дам. Короче, ну, я не повелся, разумеется, на этом. Потому что, вот. Но, ребят, когда я еще был нубиком, я два олд годли, так сказать. Ну, вы поняли, я их потерял. Одного, так сказать, там меня партнер, будто бы партнер обманул. А второго, ну, то же самое, короче. Вот. Поэтому, да. А сейчас просто один, один гем. Найдешь один гем и просто идешь на Marketplace. За один гем купишь там какого-нибудь микровейв этого микровейв. Ну, вот этого челик, короче. Из вот этого ивента первого апрельского. Который там жжет 13 тысяч, что ли, ебовый. Вот. Или классика мировая, там, за 60. Я просто раньше там леги стоили 80 гемов, я помню. Вот. Играем, так сказать. Поэтому, 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 раньше было все очень сложно. Если бы я знал, что леги будут по, вообще там, 10 гемов будут стоить. Я не знаю. Поэтому, ну, не ожидала я такого, что они там прям будут супер дешевые. Но, ребят, это все случилось из-за бустер-крейта. Ну, потому что, потому что это уведомление с Телеграма. Вот. Так, ребят. Ну, что ж. В принципе, сейчас я вам покажу, как инженер выглядит на последнем уровне. Кстати, у него Hyper есть. Hyper это, в принципе, очень хорошо. Ну, и, ребят, он сейчас очень дешевый. Помню, мой друг раньше просто, типа, обманули его, типа, ему дали инженера за Hyper, типа. Вы помните, раньше инженер стоил 9 тысяч, а Hyper 25. Мой друг чуть ли там не плакал просто. Да, ребят, он говорил, что он в неокупе. Ну, да-да-да. Вы понимаете сейчас, какой это, в кавычках, неокуп. Сейчас, наоборот, Hyper стоит в три раза меньше, чем инженер. Вот, кстати, как выглядит на последнем уровне инженер. Вот такой туалет с таким, так сказать, лицом. Вот такой. Выглядит крипово. Но. Сейчас фоткал. Вот. Вот-вот-вот. Поэтому, в принципе, кстати, там вроде Тилантрик нам показывал когда-то в одном из своих роликов, что машина по-другому должна как-то выглядеть. Там, типа, как вообще какой-то там другой танк был изображен. Но всё-таки он решил вот такой вот использовать. Ну, очень имбовый, кстати, стал инженер. Они просто всех просто выносят. Это просто имба. Это просто сколько тут лазеров. Да уж. Короче, инженер имба. Короче, ребята, вот такое обновление. Вот. Поэтому всем спасибо, ребят, за просмотр, кто смотрел. В принципе, такой обзорчик я сделал. Вот. А я ещё рассчитывала на Годли, что я выбил в Саммер Крейте. Ну, короче, ребят, не советую нового Годли. Он, типа, как Титан Фуэр Воркмен. А у Е-Радиус у него не маленький, он узкий, я бы сказала. Поэтому, 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 много говорю поэтому. Не советую. Типа, не советую. Всё равно Голден Фьютор, по моему мнению, самый лучший Годли. Вот. И Жара, всем спасибо за просмотр. И всем пока. Голден Фьютор, по моему мнению, самый лучший Годли.